итак всем добрый вечер рада всех вас видеть вновь на нашем уроке турецкого языка полиночка можно секундочку и так девочки еще раз всем добрый вечер сегодня мы с вами продолжим изучение турецкого языка очень рада всех вас видеть очень рада знакомым лицам и девочки сегодня мы с вами продолжим изучение изофета на прошлом уроке мы с вами начали и прежде чем переступить на следующий этап изофетов давайте с вами попробуем вспомнить что же такое двухафиксный изофет что такое словосочетание то есть это когда двухафиксный изофет это когда что-то кому-то принадлежит для этого то есть эта фраза у нас состоит из двух слов и первое слово у нас будет с аффиксом вот так вот сделаем и второе слово у нас будет иметь аффикс третьего лица единственного числа по гармонии гласных на 4 это все у нас дело происходит и так как же у нас по-турецки девочки желающие ответить буквально несколько примеров с прошлого урока желающие оксана поршикова как будет карандаш элифа или эта девушка или карандаш элифин через апостроф элифин калем 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 замечательно супер так зориана как будет по-турецки сад школы околунун бахчиси околунун бахчиси так теперь разбираем бахчиси бахчиси то есть окол это у нас школа бахче это у нас са са итак нам нужно добавить либо ин либо нин вот эта буковка не у нас вставляется когда слово заканчивается на гласном а как мы видим у вас тут что-то лишние буковки появились околун бахчиси озамон околунун бахчиси замечательно оксана хайсина добрый вечер как будет по-турецки кнопка от телевизора кнопка не помню дюйме телевизион ну ну дюймеси верно дюймеси телевизион дюймеси все верно аида как будет по-турецки пусть будет пуговица рубашки как будет пуговица тоже думы так и сейчас прошу прощения рубашка гемли 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 через апостроф дюймеси 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 все правильно только апостроф мы ставим когда это имя собственно то есть это чье-то имя или это город или это кличка животного только в этом случае мы ставим вот элиф здесь это имя поэтому мы поставили апостроф ирина турун скажите мне пожалуйста сумка хасана ирина туру мы вас ждем хасан 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 обязательно нужен апостол мы не можем нарушать целостность имени сосны и давайте так у нас камола есть камола как будет антенна от радио радио нын радио сын антенна не знаю как будет по-турецки давайте антенн 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 так антенн итак все вот так будет это ну да наверное да теперь проверяем вот у нас радио вот у нас антенн а теперь проверяем все ли мы аффиксы поставили итак первому слову мы что должны добавить ин ин а если у нас закончилась на согласную то а н да н значит радио нын антенны 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 замечательно это еще у нас подчиняется гормоне гласных на 4 то есть если у нас последнее гласное в слове о или у у то вот эта буковка какая у нас должна быть кому важно им и и да и и нет по гармонии гласных на 4 вы просмотрите уроки в этом в ютюбе у нас есть гармония гласных на 4 и там сказано что если у нас последнее гласное в слове о или у то вот здесь будет у нас о у антенны замечательно спасибо так ландыш добрый вечер ландыш как будет по-турецки да как будет по-турецки дверца шкафа дверца шкафа дверца капы 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 замечательно молодцы девочки все вспомнили сейчас я просмотрю все давайте елену еще спрошу елена и один цифрка скажите тогда мне по-турецки комната директора и давайте все и последнюю викторию спрошу виктория книг машина мурада виктория включите пожалуйста микрофон не получается мурадин арабасы арабасы все верно арабасы молодцы все верно и так девочки сегодня мы с вами сегодня мы с вами девочки пройдем еще один из афет то есть на самом деле из афет бывает трех видов первый это без афекса то есть мы никуда ничего не вставляем ни туда ни сюда когда это такое происходит когда у нас первое слово это прилагательное второе слово это существительное допустим красивая девушка гюзель кэс широкая дорога гениш гениш ёл или допустим симпатичный парень яка шиклы гениш чодю к примеру двух афиксный из афет мы с вами прошли на прошлом уроке то есть это когда что-то кому-то принадлежит и сегодня мы с вами пройдем 1 афиксный из афет что же это такое это когда у нас из афет состоит из двух слов оба они существительные прошу прощения на секунду мне нужно отлучиться полина итак сегодня мы с вами пройдем 1 афиксный из афет что же это такое 1 афиксный из афет это пара двух слов из них оба это существительные при этом первое слово у нас стоит без каких-либо афекса а ко второму мы должны добавить афикс третьего лица то есть если закончилась на гласную то мы добавляем с по гармонии гласных на 4 то есть есть варианты с си су и сю и если у нас слово заканчивается на согласную то мы добавляем просто гласную и по гармонии гласных на 4 и у у у у нас появляется эти слова в общем. Итак, как же понять, что это у нас однофиксный изофир? То есть если вы можете, то есть это у нас оба существительные, ко второму слову вы можете задать вопрос кто или что, а к первому слову вы должны уметь задать вопрос какой или из чего. Вот, к примеру, возьмем такую фразу автобусная остановка. Автобусная остановка. Это автобус. Дурак. Это остановка. Итак, вот у нас первое слово автобус, второе слово дурак. Вообще остановка это дурак. Но так как мы добавляем гласную, у нас есть гармония согласных, правила кетча, которая гласит, что если слово закончилось на букву к, и мы прибавляем афикс, который начинается в гласном, то буковка к поменяется на шаг. То есть что остановка дурак, остановка какая? Автобусная. Автобус дурак. К примеру, телефон сотовый, да? Ну, обычно говорят, по-турецки это будет карманный телефон. Карман это джеп, телефон, те-ле-фон. К первому слову мы ничего не добавляем. Джеп это карман, это существительное, телефон тоже существительное. К первому слову мы ничего не добавляем. К второму слову мы добавляем гласную по гармонии гласных на четыре. Так как у нас здесь буковка О, мы добавляем У. Телефон, я не джеп-телефону. Это тот самый телефон, с которым мы с вами разговариваем. Сотовый телефон. Вот так, сотовый телефон. Или, к примеру, школьный сад. Школьный сад. Возьмем слово школа, укол, и возьмем слово бахче. Так, первым словом ничего не добавляем, это школа. Второе слово бахче. И смотрим, сюда мы должны добавить сы по гармонии гласных на четыре. Вот мы ее добавили. Итак, бахче – это сад. Сад какой? Школьный. Укол бахчецы – это школьный сад. То есть иногда бывает, что видят рядом автобус и дура и не могут сообразить. Как же это переводится? Автобус, остановка, остановка на автобусе. То есть к первому слову задавайте вопрос. Какой? Или из чего я сделала, да, к примеру? Также одноафиксный изофит мы можем употреблять, когда у нас состоит из какого-то материала. Вернее, как наше существительное сделано из какого-то предмета. Ну, к примеру, возьмем такую фразу, к примеру, клубничное варенье. Клубника – это у нас будет челек. И возьмем варенье. Варенье у нас будет речель. Итак, к первому слову ничего не добавляем. Ко второму мы добавляем речели. Челек, речели – это клубничное варенье. Или, допустим, сок, фруктовый сок. Фрукты. Фрукт. Мейве. И второе слово. Сую. Су – это вода. Фруктовая вода, дословно переводится. Фруктовый сок. Мейве. Сую. Иногда бывает у меня вот спрашивают, да, а почему вот тут можно, наверное, тоже поставить двухафиксный изофит. Вот теперь смотрим. Если, к примеру, мы скажем, так, челейн, речели, то тут будет смысл совсем другой. То есть вот варенье кому принадлежит? Клубники. То есть тут смысл другой. Поэтому, если вы хотите сказать, что что-то из чего-то сделано, то тогда употребляем именно двухафиксный изофит. Или, к примеру, есть такая еще фраза. Допустим, пататесли бюрек. Это у нас пирог с картошкой. Пирог с картошкой. То есть тоже можно... У меня были случаи, когда спрашивали. А если написать челекли, речель, тогда у нас будет смысл тоже другой. То есть у нас есть варенье, неважно какое, а может оно лимонное, или может вишневое. И туда мы положили несколько ягодек, этих клубники. И тогда получилось речелик, челекли, речель. То есть варенье с ягодами клубники. То есть там всего несколько ягодок. А вот именно чтобы было клубничное варенье, то есть там кроме клубники ничего нет. Тогда нам нужно говорить именно челекли, челекли. Дальше. Когда мы употребляем однофиксный изофит? Когда мы хотим назвать день недели? Мы знаем, к примеру, что вторник это у нас сало. Вот если мы говорим, допустим, какой сегодня день? Вторник. Сало. Просто название дня это сало. Но если вы хотите сказать, что вы во вторник что-то будете делать, то нам нужно обязательно добавить сюда слово. В день вторника, во вторничный день, как бы дословно, да? Вот тут тоже мы употребили вот этот одноафиксный изофит. В воскресенье я иду на базар. Во вторник я иду на плавание. И так далее. Когда мы хотим назвать название чего-то. Название чего-то. Ну, к примеру, давайте скажем, улица Ататург. Это у нас будет Ататюрг. Сокалы. Улица Ататург. Сокалы. Если мы, к примеру, хотим назвать университет Анкара. Анкара. Универ. Университет. Анкара университет. То есть университет под названием Анкара. А если вдруг мы увидим вот такое. Как вы думаете, это у нас ошибка? Кто-нибудь поднимите руки, чтобы я видела. Как думаете, ошибка ли это? Так, Ирина Турун. Нет, это значит Анкарский университет. Анкарский университет. То есть, а какая разница? А, это не Анкарский? Это значит, принадлежащий городу. Находящийся в городе Анкара. Правильно. Все верно. Все верно. То есть, у меня дочка поступила в университет. В какой университет? То есть, в один из университетов Анкары. То есть, там много университетов, и она поступила в какой-то университет в Анкаре. То есть, нет конкретного университета, но нам известно, что он в Анкаре. А это университет под названием Анкара. Он один-единственный во всей Турции. Спасибо большое. Так. Если мы хотим... Также мы употребляем этот из университет. Если мы хотим назвать какое-то место, вернее, принадлежность этого места. Ну, к примеру, у нас есть комната Ода. И, допустим, мы хотим сказать детская комната. Итак, что комната? Комната какая? Детская. Детская. Или, допустим, спальня. То же самое. Я так. Ода с. Спальня. Спальня какая? Ну, в смысле комната, какая для того, чтобы спать. Для того, чтобы спать. Ну, в принципе-то, и осталось, еще скажу, что также вы можете использовать одноафиксный изофет, если хотите сказать разновидность какой-то передачи. Вот, к примеру, я смотрю по телевизору передачу. Какую? Спортивную передачу. Спорт программа. Спорт программа. Я смотрю спортивную программу. А если, допустим, я смотрю, ну, не знаю, есть же программа про звезд. Это у нас магазин. Программа. То есть это передача, где рассказывают у нас про спорт. Или, допустим, кулинарная передача. Или передача про здоровье. Сауэк программа. То есть передача какая? Какая-то передача. В принципе-то смысл везде один и тот же. У нас два существительные. Ко второму мы задаем вопрос, кто или что. А к первому мы задаем вопрос, какой. Или из чего это сделано. А теперь давайте с вами попробуем. Давайте мы с вами попробуем перевести несколько фраз. Итак, начнем мы с Аиды. Аида, как будет по-турецки директор музея? Аида, включите, пожалуйста, микрофон. А, музей-ин, директор как был? Музей-ин, директор. Музей-ин, директор. Нет, тут нам просто нужно музей-мудерю. Музей-мудерю. Директор чего? Да. Я на окне. Хорошо. Следующий мне ответит. Так. Зорьяна. Зорьяна, как... Добрый день. Как будет по-турецки варенье из вишни? Вишня речели. Вишня речели. Спасибо. Оксана Коршикова. Да. Как будет отель Эфес? Так, Эфес, отель. Эфес, отель, он так и будет. Отель? Эфес, отель, название. А, окей, Эфес, отели. Правильно. То есть вот здесь мы обязательно должны вставлять вот эту вот гласную. То есть это у нас, поэтому, и говорится, одна аффиксная из аффекса. Потому что мы добавляем сюда только один аффикс. Вот он здесь у нас. Итак, дальше у нас о зиме. Солнечные очки. Что очки? Очки какие? От солнца. Гёзлюк гюнышли. Гёзлюк гюнышли. Гюнышли. Это у нас получилось солнце очковое. Солнце, солнце. Что солнце? Солнце какое очковое? Не знаю, как это называется. Гюныш гюзли. Правильно. Гюныш гюзли. Так. Гюныш. 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 У нас слово. И как меняем? Гюзлюк гюзлюк. Правильно. Гюзлик. Так. Гюзлик. Вот теперь правильно. Ага. Так. Дальше у меня отвечает Ирина Майданская. Как будет шашлык из баклажанов? Батлыджан. Шашлык. Кебаб. Кебабы. Африджан. Кебабы. Все верно. Все верно. Анна Волкова. Как будет шофер автобуса? Так. Сейчас. Отрибьюз. Шофер. Шоферю. Шоферю. Супер. Спасибо. Оксана Хаесина. Как будет по-турецки обеденный стол? Обед. Давайте так. Как будет стол? Ма-са-сы будет. Ма-са-сы. Хорошо. А это стол для чего? Это второе слово. Это второе слово. Это стол для чего? Для обеда. Для обеда. Либо для еды, да, можно сказать? То есть мы это называем просто обеденный стол, за которым мы кушаем, да? Оно дословно переводится стол для еды. Да. Стол для еды. Замечательно. Назира Даринбет. Добрый день. Слышите меня? Да, да. Как будет по-турецки капитан корабля? Капитан корабля. Корабль как будет? Корабль. Брюмьером. Геми. Это корабль. Геми. Капитаны. Каптаны. 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 Геми. Каптаны. Молодец. Спасибо. Камалья. Сусанна, можно вопрос? Да, Оксана. Я не понимаю. Я пыталась в этом разобраться. Вот в чем разница между, например, что обеденный стол и широкая дорога? Почему в одном случае это одна аффиксная аффект, а в другом безафиксная? Так. Это я планировала вам сделать на следующем уроке. Давайте ответим на ваш вопрос. Смотрите. Как вы сказали, широкая дорога. Гениш. Ёл. Здесь у нас что? Первое слово это прилагательное. Второе слово это существительное. То есть в одноафиксном это прилагательное и существительное. А в одноафиксном и зафете они оба существительные. То есть когда вы переводите на русский язык, это, конечно, прилагательное и существительное. вишневое это прилагательное, но в турецком языке это существительное, смотрите, вишне это существительное, гюнеш это существительное, все вот эти слова означают существительное, а в генеш это в турецком тоже прилагательное. Хорошо, немножко наберет, забежали. Как будет по-турецки письменный стол? Письменный. Язы, Маса. Нет, Маса, Язы. По-моему, так что да. Язы, письмо. Язы, Масасы. Масасы, то есть что, что, вы задаете с первого вопроса, чтобы понять, бывает, мы сами путают, что, вот то, что отвечаете на этот вопрос стоит в конце, а какой? Стоим, ставим. Вперед. Поняла. Спасибо. Следующая у нас отвечает Елена. Елена, как будет по-турецки футбольный мяч? Футбол-топусу. Футбол-топусу. Замечательно. Футбол это футбол, мяч это топ. А теперь проверяем. Топусы. Футбол-топусы. Футбол-топусы. То есть, смотрите. Первое слово мы ничего не добавляем. Ко второму мы добавляем только гласную, гармонии гласные на 4. Нам нужно добавить только гласную, не усу. Футбол-топусу. Ко второму слову, если закончилось на гласную, только СИ, СИ, СУ или СУ, в зависимости от того, какая последняя гласная. А если закончилось на согласную, то тогда мы добавляем И, добавляем У или У. Что-то одно. Либо одно из вот этих, либо одно из вот этих. Но у нас нету ИС. Такого у нас нету, то, что вы добавили. Закончилось на согласную, значит добавляем У. Футбол-топус. Футбол-топус. Хорошо. А мне Камола скажет, как будет по-турецки теннисный мяч? Камола. Можно спросить, Сусанна? Да, слушаю. Вот везде все, ну, мячи будут везде как топ, да? Топ, да, это мяч. Денис Топу? Денис? Денис Топу. Топу, верно. Денис Топу. Вернемся к Денису. Денис? Да. Да, еще раз задайте свой вопрос. Нет, просто я хотел спросить, мячик Джоша всегда будет как топ. Верно. В любом, там, там, баскет-топ, футбол-топ. Правильно, правильно. Мы меняем только вид спорта. Да, это я понял. Просто я вот одному турку, когда играл теннис, я сказал, нерде теннис Топу, он посмотрел на меня и говорит, что, ну, он на русский перевел и сказал, что топ это не мячик. Конечно. Вот если вы употребляете просто топ, это голубой, это ориентация мужчины. Понятно? Теннис Топу, вот что вам нужно было сказать. Понятно. А топ, это ориентация мужчины нестандартная. Я понял. Спасибо большое. Вот теперь вы поняли, что он имел в виду. Спасибо большое. Так, теперь, что еще можно сказать? Птичьи яйца. Или давайте, куриное яйцо. Так, кто мне ответит? Ирина Торун. Куриное. Тавук и юморту. Так, кроме Ирины, пожалуйста, никто не отвечает. Тавук. Тавук юморта-сы. Тавук юморта-сы. Молодец, спасибо. А если я хочу сказать, допустим, школа имени Селим Пашча. Так, кто мне ответит? Не ответит Назира. Селим Паша. К примеру, начальная школа. И окулу. Вот он у нас. Это У, а вот у нас название. Замечательно. А если, к примеру, фильм «Титаник», Аида. Фильм – это фильм, да? Да. «Титаник» в фильме. Молодец. «Титаник» в фильме. Замечательно, девочки. А можно сказать «Титаник», когда мы хотим сказать, это фильм, как будто человек. Это «Титаник», и мы хотим сказать, это фильм «Титаника», а то тогда это будет «Титаник». «Титаник» такого человека нету. Мы представляем «Хасан». «Хасан» там через апостров, да? Да, «Хасанан» в фильме. Это фильм «Хасана», к примеру. Понятно. Это фильм «Хасана». Итак, девочки, сегодня мы с вами прошли одноафиксный изофет. Буквально несколько предложений я вам отправлю, как домашние задания, только по одноафиксному изофету. А на следующем уроке мы с вами будем употреблять все три изофета. То есть безафиксный, одноафиксный и двухафиксный. То есть посмотрим, умеете ли вы их различать, умеете ли вы понимать, как ставить эти аффиксы. В два места нужно поставить, или в одно надо поставить, или вообще их ставить не надо. Для этого вам нужно немножко закрепить. Те, кто не был на прошлом уроке, просмотрите запись прошлого урока, потренируйтесь. Те, кто были сегодня, подзабыли, обязательно просмотрите записи урока тоже сегодняшнего. Потренируйтесь, а на следующем уроке будем с вами сравнивать все изофеты. Извините, я не понимаю, как найти следующий урок. Я посмотрела в этом... В группе, в группе. Вы нажмите на... Я не была на прошлом уроке, я хотела посмотреть. Да. Вы на название группы нажмете. Там выйдут фотографии, ссылки, медиа, там еще что-то. Нажимаете на ссылочку и выходят записи всех предыдущих уроков. Спасибо большое. Вот так. Ну, на сегодня у нас урок окончен. И по традиции, если вам понравился урок, если вы считаете, что он был полезный, продуктивный, и вы что-то на нем узнали, то ставьте свою реакцию, сердечко, а я вас запечатлю. А где ставить сердечко? Внизу есть реакции. Да, если вам понравилось, такая вот маленькая наш фотоотчет в конце урока, что вам действительно это понравилось. Место, которым не понравилось, вижу. Ничего. Бывает и такое. Итак, всем огромное спасибо. Светимся с вами на следующем уроке. Георишерус. 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 Тошекерид.